В Евангелии от Иоанна Иисус Христос при встрече с учениками после воскресения приветствовал их словами «Мир вам!». А немножечко раньше мы читаем переживания Иисуса Христа о том, что ученики теряют мир. И Христос сказал причину, почему они теряют мир, потому что они не так любят Господа, как должны были бы любить. Жители Украины, люди нашей страны сегодня переживают, потому что потерян мир. Причина, почему потерян мир, Слово Божие говорит отсутствие любви к Богу и друг к другу. Об этом сегодня поговорим. Откройте, пожалуйста, Слово Божие, записанное в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 27 и 28 стихи читаем. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Можно было предположить, о чем сегодня будут говорить братья-проповедники в церквах не только в Одессе, но и в Украине. И в других церквах, где люди любят Господа, чтут Его и ждут Его возвращения. Но события в Одессе тем более заставляют говорить об этом. Христос, говоря с учениками прежде своего страдания, говорит, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. И потом говорит с легким упреком, если бы вы любили меня, все это было бы понятным для вас и приемлемым. И это принесло бы вам благословение. Вы бы радовались обо всем том, что должно произойти и как должно произойти. Ученики, собравшись в первый день недели, закрыли двери и были в страхе, брат уже говорил. Были в страхе, и были причины страха. Они, может быть, имели надежные запоры на дверях, хорошие замки. Но самое острое, самое большое, в чем они нуждались, они нуждались в мире. Чтобы кто-то пришел и помог им решить эту проблему. И проблема не в том, что они перессорились друг с другом. Проблема в том, что каждый из них потерял мир. И у каждого из них были причины на то, чтобы потерять мир. Что думал Петр в этот день, находясь в горнице? Что было в его сознании? Он, глядя на себя, на свои поступки, может быть, пробовал утешить себя тем, что я же все-таки пробовал защитить Господа. Я же все-таки что-то делал, чтобы мой Господь был защищен. Петр взял меч и бросился на человека защитить Господа. Отсек его ухо. И каждый понимает, что Петр, когда шел навстречу к тому человеку, он не думал, что нужно отсечь ухо. И не целился, чтобы отсечь ухо этому человеку. У него были совершенно другие намерения. Он просто промахнулся. А потом трижды отрекся. Петр, как никто другой, нуждался в мире. Другие апостолы, кого Христос приглашал, побудьте со мной, пободрствуйте, помолитесь. Душа моя скорбит смертельно. Они спали. И когда увидели идущих, чтобы взять Господа, разбежались. Каждый из них, находясь в это время, имел очень большие переживания. И Христос, придя к ним, сказал им самые главные слова. Мир вам! Напомнил то, что Он говорил им раньше. И добавил нечто новое. В 20 главе, 17 стих Евангелия от Иоанна, Христос говорит, вы друзья мои. Он не говорит о чем-то другом. А Он говорит, пойдите и скажите друзьям моим. Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Проблема была в основном вот здесь. Иисус Христос был их Учитель. Иисус Христос был с ними. Но согласиться с тем, что Отец имеет право делать то, что считает нужным. Согласиться с тем, что у Иисуса Христа есть право поступить именно таким образом, потому что это выполнение воли Отца Небесного. И полюбить Иисуса Христа и Отца ученики не могли. Потом, чуть позже, после Дня Пятидесятницы, многое изменится в их жизни, когда придет Дух Святой и обновит их естество. Тогда, когда Он придет и наполнит их сердца миром уже полностью. Когда появится на земле Церковь Иисуса Христа, ученики с полным миром в сердце будут идти и говорить о Господе. Почему любовь наполнила их сердца? Кто был четверг, простите, я повторяю слова брата, тот слышал вопрос, почему люди, ученики не могли поверить словам, что Христос воскрес? Почему они не смогли согласиться с женщинами? Почему слова тех, которые пришли к ним и сказали, что Христос воскрес, показались им пустыми? Это слова ни о чем, это пустой разговор, не может быть, чтобы воскрес тот, который прошел через такие страдания. Они видели Его. Они видели чело, увенчанное терновым венцом. Они видели Его извязленного, избитого и израненного. Они видели, как Он висел на кресте. Они видели у души смерть. И они знали, что и после смерти еще Он был пронзен копьем. Не может наступить воскресение в таком случае, было в их сознании. Это не может быть, чтобы после такого человек воскрес. А причина была в том, о чем им говорил Христос, если бы вы любили Меня, потому что любовь всему верит. Если бы любили, то поверили. И наступил момент, когда люди искали Иисуса Христа, и ангелы упрекают этих женщин и говорят, что вы ищете живого среди мертвых? Не там ищут Господа. Не там ищут Бога. Его нету среди мертвых. И те, которые любят Его, совершили ошибку. Не там искали. И потому Иисусу Христу нужно было прийти к ним и сказать им, «Мир вам!» После всего того, что произошло в Одессе, наверное, и вы, как и мы, получаете письма от людей, от друзей. И как многие люди теряют мир сегодня. Они ссорятся. Они пишут гневные письма. Они обвиняют друг друга, говоря одно или другое. И все меньше остается мира между людьми. И проблема в том, что люди не любят Господа и не любят друг друга. Если бы любили, поступали бы по-другому, так сказал Христос о своих учениках, то возрадовались бы, что я иду к Отцу. Если бы люди могли сегодня любить друг друга и верить друг другу, они поступали бы по-другому. Ученики, увидев Иисуса Христа, пришедшего, услышали слова «Мир вам!» Христос, придя к ним, сказал, «Ничего не изменилось в наших отношениях. Все осталось так, как было. Все то, что совершено, все то, что произошло, это произошло потому, что такова была воля Отца Небесного. Это Он решил, что так должно быть. И более того, у нас с вами общий Отец. Он мой, Он и ваш. И потому сердца ваши должны наполниться миром. Как много счастья приносят слова «Мир вам!» тем людям, которые знают Господа, которые знают, что Он умер, которые знают, что Он воскрес, и которые знают, что Он брат наш, которые знают, что у нас один Отец. Они приносят мир, они приносят покой и благополучие. Когда Христос пришел к ученикам, Он им сказал, «Мир восстановлен!» Взаимоотношения восстановлены! Никто никому ничего не задолжал! Взаимоотношения остаются самыми хорошими! Мы с вами идем по жизни. Земные пути наши не всегда гладки. В сложностях жизни мы не всегда поступаем правильно. Но праздник воскресения Иисуса Христа и день вспоминания страданий и смерти нашего Господа говорят о том, что Бог есть и сегодня нашим Отцом. Что Бог и сегодня переживает о том, чтобы мы с вами могли благодарить Его, славить Его. Бог создал все условия для того, чтобы это было в нашей жизни. А потому, глядя на нас с вами, хочется пригласить нас всех к тому, чтобы мы благодарили Бога. Благодарили не только Сына, но и благодарили Отца. И прославляли всю Троицу за все те благословения, которые Бог подарил нам через Сына Своего. Он полюбил нас так, что отдал Сына Своего, Единородного. Христос – это проявление любви Отца Небесного к нам. И воскресение Иисуса Христа – это проявление Отца любви к нам, людям. Нам с вами сегодня стоит подкреплять наши слова благодарности и делом благодарности. Участвуя в этом служении и совершая заповедь Господню, мы высказываем Господу слова нашей благодарности. Мы, видя людей, которые нуждаются в мире, можем идти к ним и принести им слова мира и слова благословения. Мы, видя людей, которые нуждаются в насущном хлебе, сегодня можем идти к ним и помочь им. И это принесет им мир, и это принесет им благословение. Не только слова, но и дела в сочтении словом приносят мир и благословение. Может быть, у нас появляется вопрос, чем же я могу сегодня еще возблагодарить Господа за то, что Он сделал. Я не служитель, я не проповедник, я не хорист. У меня так мало есть того, что, может быть, поставит меня на уровень, где бы люди меня увидели и заметили. Можно делать очень простое дело. Вы, наверное, знаете тех людей, которые были в нас в церкви, и их не стало. Они ушли. Они оставили Господа. Они оставили церковь. Пойдите и найдите их. Пойдите и скажите им. Мы с вами друзья. Мы дети одного Отца. Христос за нас умер и за нас воскрес. Найдите их и скажите, мир тебе. И пригласите их назад в церковь. И мы этим самым, особенным образом, пославим нашего Господа. Он переживает за своих детей, которые потерялись в этом мире, которые ушли от Бога. Он переживает из-за тех, которые еще не слышали благой вести. И, может быть, ему нужно пойти и сказать, иди к Богу, друг. Бог ждет тебя. Он любит тебя. Так мало. Но это могут все сделать. Не нужно быть красноречивым человеком, великим проповедником. Но подойти к человеку и сказать, мир тебе. Сегодня многие нуждаются в том, чтобы кто-то пришел и сказал, мир тебе. Помочь ближнему. Может быть, не так много у нас есть, чтобы мы могли раздавать и раздать многим. История христианства богата примерами, когда люди имели многое и раздавали многим. Один из них – Франциск Осийский, родившийся в доме богатого, состоятельного человека, который мог иметь блестящую карьеру, и перспектива была очень хорошая для жизни в Римской империи. Но когда он встретился с христианами, он сказал, я не буду пользоваться тем, что дает мне мир, но буду пользоваться тем, что дает мне Бог. И первое, что он сделал – продал все, что у него было, и пошел проповедовать. Перед тем, едущий со своим отцом на богатой колеснице, он увидел прохоженных людей, и все, что было при нем, его деньги, он взял и отдал этим людям. Они благодарили его, благословляли его и сказали ему, ты дал нам, ты помог нам, но потом ты никогда уже больше к нам не придешь. Когда он продал свое имение и стал странствующим проповедником, он пришел назад к этим людям, прокаженным, и говорит, я пришел, чтобы быть с вами. Я теперь не богатый, не состоятельный человек, но я пришел, чтобы принести вам мир и рассказать, чтобы вы полюбили Бога при вашей болезни, при ваших страданиях. Вы должны знать, что есть Бог, который любит вас. И он долгое время оставался с ними, и они потом говорили, Франциск не просто раздает деньги, он себя раздает людям. Сегодня можно так жить и таким образом прославить Господа, когда слово и дело идут рука об руку, когда можно идти и людям приносить мир. Друзья мои, дорогие, пусть благословит нас Господь с вами, помнить слова Иисуса Христа. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». И последнее. Нам с вами есть от Бога привилегия доказать, что мы любим Господа. Привилегия показать всем, насколько нам Бог дорог, и насколько мы готовы сегодня выполнять Его волю и Его поручения, участвуя в заповеди. Мы самым лучшим образом прославляем Господа. Готовываясь к этому собранию, мы самым лучшим образом прославляем Бога. Выполняя Его волю, Его заповедь и Его поручения, мы говорим, что Он нам дорог, и мы хотим своей жизнью прославить Его. Аминь. Помолимся Господу нашему. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас!